Прямо сейчас мы готовы сделать утреннюю зарядку, и к нам уже пожаловала наш фитнес-инструктор Ольга Меневич. Ольга, доброе утро. Ну, видим, настроение у тебя, как всегда, хорошее, настрой спортивный. Поделись новыми упражнениями со всей страной. Да, действительно будут новые упражнения. Дело в том, что постоянно делаем похожие упражнения и в зале, и на зарядке, и уже мышцы, целевую зону, в которой мы работаем, мы не так хорошо чувствуем. Поэтому я хочу показать те же упражнения, но уже с такой небольшой фишкой, чтобы мы по-новому почувствовали наши мышцы. Давай попробуем. Вот, потом вы попробуйте, мне расскажете. Обязательно. Я лично проконтролирую, Ольга. А я тебя как раз упражнение на ягодицы, поэтому, Оля, пригодится. Пригодится. Делаем вынос ножки, чтобы растянуть ягодицу, и отжагиваем назад. Делаем выпад наш привычный. Глубокий вдох, поднимаем хорошо и выдох. Держите равновесие, руки вы можете поставить на пояс или перед собой, как вам будет удобно. Если вы уже более продвинутый человек, который занимается в зале или делает регулярно зарядку, то вы можете держать гантели. Глубокий вдох и выдох. Делаем не спеша. Олечка, ну, по-моему, для вот этих упражнений в зал-то ходить не нужно. Это все можно дома делать. Да, можно со собственным весом делать, но можно взять гантели, например, если у вас есть, или бутылочки воды, например, если мы делаем дома. За два килограмма сахара наверняка найдется в один пакет воду. Сахара дома быть не должно. Не должно. Все, молчу, молчу. Все, вот видишь, как делаем то же самое на вторую ножку. Поднимаем и шагаем назад. Пресс обязательно напряжен. И еще очень часто думают, что ножку, которую мы растягиваем и отшагиваем, эта нога работает. На самом деле работает правая. Потому что вы, когда присаживаетесь, вы делаете хорошо нагрузку на ягодицу, на пятку. Вы отталкиваетесь ею, а растягиваете уже то, что поработало до этого. Вот. Это будет первое упражнение. А второе упражнение тоже выпады, но уже в движении. Тоже можно взять гантели. Или, ну, сначала, конечно, попробовать первый раз без гантели. А если в квартире еще прям длинный коридор, так выпадами нужно ходить метров 20 вперед. Подожди, а если сам Бог вел, просто выпадет движение. Ребята, если не было времени сделать зарядку, уйдешь себе на остановочку, на работу выпадами, и пока дойдешь, будешь вообще свеженький, красивенький, это хороший выход. Если переувлечься выпадами, то на следующий день как раз-таки на остановку походка будет особой. Заметной. Тоже с этим аккуратно. Да, 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 не перестараться. Вот, но это же упражнение можно делать с гантелями, если у вас хватает силы. Можно делать, если вы занимаетесь в зале, со штангой. Можно штангу держать перед собой, вообще высоко поднять ее, как делают в кроссфите. Можно штангу держать перед собой, если вы занимаетесь в зале, со штангой. Можно штангу держать перед собой, если вы занимаетесь в зале, со штангой.